ДИМА Это Дима. Он играет в ВОВ и его постоянно убивают и унижают. А это игровая биржа catpay.ru. Здесь он может купить золото или аккаунт и начинать побеждать. Становись лучше вместе с Димой и начинай торговлю на CatPay. Всем привет! Совсем близок тот час, когда мы с вами сможем насладиться обновлением 8.2. Ключевая локация нового обновления — это Нажатар. По стилю и механике игры он напоминает расколотый берег, что также стал доступен лишь на второе масштабное обновление Легиона. Но сегодня не о механике. Для многих Нажатар — это что-то новое, совсем незнакомое. Для остальных же это легендарное место, что имеет большую сюжетную ценность и историю. И более того, Нажатар станет последней надеждой Близзард на исправление битвы за Азерот. Если вам понравилось нынешнее дополнение, это нормально. Но это не означает, что оно должно нравиться всем. И будем честны, большинство явно не в восторге. Натянутая война Орды и Альянса, постоянные интриги против Сильваны, повторение сюжета Пандарии и всё в таком духе. Люди разочарованы от того, что нет ничего нового. И даже сегодняшний сюжет уже когда-то повторялся лишь в другом виде. Потому новая локация должна стать тем, что реанимирует нынешний уклад. И я объясню почему. Вообще вспомним, что такое Нажатар. После Великого Раскола столица Ночных Эльфов была разрушена, затоплена. И неподалеку от руин Зинашари Наги основали новое королевство. Что же касается самой столицы, то от неё остались лишь обломки. И мы сможем там побывать. Увидеть разрушенное достояние высокорожденных. Ведь давно этот город был самым величественным во всём мире. Остальное же пространство выстроено по новой архитектуре Наг. И самое главное, как изюминка всего этого, темнит Сензота. Очень давно мы знаем главных злодеев. И королеву Ашару даже больше, чем древнего бога. Уже на протяжении десяти лет она не может встретить свою смерть. Разработчики так и переносят её кончину из дополнения в дополнение. Ведь сначала планировалось уничтожить её в катаклизме. Но рейд так и не был выпущен. Затем в Легионе, в подземелье Аука Ашары. Но она была заменена на воплощение её гнева. И вот, наконец, вроде как гарантированно мы с ней покончим. Она является одним из самых опасных злодеев во всём Азероте. И фактически остаётся последним военачальником Нзота. Такая большая погоня за ней нагоняет азарта в наши глаза. И самое главное, что её смерть будет означать падение королевства Наг. И всего сумеречного культа. Конечно, останутся единицы преданной идее. Но они больше никогда не станут большой армией. Легендарная локация с большим сюжетным путём. Разборки с нагами, новые существа. Возвращение старых друзей и союзников. Возможность увидеть то, что было сокрыто долгие века под толщей воды. Разве это не здорово? Объединение всего, что мы так любим, и ждали в одном обновлении. Но дальше и интереснее. Нзот. Наги получили всё необходимое для того, чтобы вызволить его из заточения. Среди игроков начинают зарождаться мысли о том, что разработчики не оставят его нам на следующее или ещё какое-то дополнение, а покажут его исход уже в этом. Или же наш исход. Вы наверняка видели скриншоты в темнице в полный размер. Но знаете, что думаю лично я? На этот раз всё будет не так просто. Если же мы и сразимся с ним в Нажатаре и выиграем, то это будет конец. Нет, я серьёзно. Потому я и назвал Нажатар последней надеждой Близзард. Но если же всё опять пойдёт прямолинейно, можно больше не возлагать надежд на сюжет. Только задумайтесь, слив двух великих злодеев за одно дополнение. И всё это приправлено разными схватками между Ордой и Альянсом. Но о войне фракции пока даже говорить не хочется. У меня внезапно появилась идея о том, что разработчики с их манией вдохновляться сторонними проектами и вставлять их в свою вселенную могут сделать Нзота похожим на Таноса. Кто смотрел Войну Бесконечности, поймёт. После бездарного слива Саргераса также глупо слить последнего древнего бога станет большим провалом. Просто знаете, мы настолько привыкли ко всем этим хэппи-эндам, что становится порой неинтересно играть. Поскольку мы наверняка знаем, что всё будет хорошо и любого мы одолеем. Так почему я сравнил Нзота с Таносом? Представьте, мы разбили самую большую армию древнего бога, но он вырвался из оков. Казалось бы, один Нзот без армии, без прислужников совсем один. Мы, герои, одолели остальных его собратьев даже с их могущественными слугами. Но это же может сыграть с нами злую шутку. И окажется, что пред нами стоит не слабейший из древних богов, как его заклеймил Аксалатат, а настоящая машина для убийств. К тому же, самая коварная машина для убийств. Что если одним щелчком своих щупалец он превратит половину жителей Азерота в безмозглых зомби? А мы испытаем его сокрушительную мощь и в итоге проиграем. Такой развязки Варкрафт ещё никогда не видел. Таким образом, нам предстоит отныне сражаться с древним богом в его пиковой форме, что жаждет поработить нашу планету, которая осталась изродованной после его освобождения. Половина союзников мертва. Война Орды и Альянса теряет смысл. Убитые скорбью персонажи, совсем позабыв о распрях, объединяются, чтобы хоть как-то его остановить. И здесь же может и случиться то, что мы давно обсуждали в одном из роликов. Возвращение Ледана и Саргераса, что оказывается тот был прав. Вот почему Нажатар станет последней надеждой Близзард. Эта локация таит в себе множество интересных мест и возможных исходов сюжета. И как же я молюсь о том, чтобы сюжет наконец кардинально поменялся, чтобы не было больше прямолинейности и очевидности. Именно в этой локации мы поймем, что могут разработчики на самом деле. Ну, если же Ашару просто сольют и вслед за ней Энзота, то, друзья, больше надеяться уже ни на что не стоит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова